И так, ну что ж, ариару, мои маленькие любители, покушьте, мы продолжаем проходить такую увлекательную сборочку, как Стоунблок 2. Как вы могли понять, за кадром произошли достаточно большие изменения. По большей части изменения коснулись интерьера и обустройства моей базы. Моё временное хранилище и место, где производятся крафты, выглядят теперь вот таким вот образом. Здесь стоят сундуки, где у нас хранится всякий лут. Эти драйверы я никак не менял, изменил лишь только наш интерьер. И таким образом получилась вот такая вот примерно база. Не скажу, что это очень прям красиво, но мне в данный момент это всё нравится. Наши растения и вещи, которые стояли непосредственно вот здесь, в эту уголку, переехали вот сюда вот. И помимо обычных деревьев, я решил добавить деревья и слизи. Состоят они из непосредственно слаймовой земли и из непосредственно слаймового саплинга. Эти все ресурсы можно непосредственно выбить из сундуков, которые выбиваются на моей ферме. Так что я думаю, с этим не должны были быть никаких проблем. Также мне пришлось изменить вот эту вот ту фордж, которая стоит у нас вот здесь вот на этом месте. Крафт у него до ужаса простой. Нам предыдущий тир нужен и немножечко железа с нашим сервитбриком, из которого непосредственно мы строим эту печку. Апгрейд его нужен непосредственно для улучшенных крафтов и улучшенных инструментов, которые нам будут доступны с помощью этого стола. Например, я смог с помощью него скрафтить обсидиан клевер и обсидиан хаммер. Принцип их получения до ужаса простой и будет показан, но только чуточку позднее. Также вы можете наблюдать в моем инвентаре вот такую вот увлекательную вещь, как джетпак. Крафт у него до ужаса простой и я показывал уже как его делать, но только в предыдущем сезоне. Ну а по режиму пищи и питанию я все-таки решил перейти на пиццу с ананасами. До ужаса простой крафт опять-таки и крафтится он из пяти хлеба. Это очень тупо, но вы можете видеть сами, как много еды она восстанавливает. И благо еды сейчас в плане хлеба у меня гигантские количества благодаря наших фирм. Теперь же хочется сказать немножко о вот этом месте. Как можете помнить, в прошлой серии здесь у нас начинали расти курицы. И за все мое время игры мне нафармливались вот примерно вот такие вот ресурсы. И поверьте, этого мне хватит просто за глаза, потому что даже этого будет очень много. Теперь же перейдем к изменениям, которые коснулись непосредственно нашей мободробилки. До сих пор у меня не дошли никак руки, чтобы переделать эту ферму. Но видимо она не переделывается до тех пор, пока в принципе она нам не перестанет быть нужна. Здесь у нас добавился еще один драйвер. В него я складирую все эпические лутбеки, которые нам доступны с помощью этой фермы. Как вы понимаете, шанс добычи этих лутбеков мизерный просто. С этих монстров всего 0,04%. И за все время работы этой фермы, за все время моей стояния в ФК, мне добылось всего 40 сундуков. Теперь непосредственно давайте перейдем к тем изменениям, которые коснулись наших ферм. И если мы перейдем под низ этой фермы, то мы увидим вот такую вот картину. Гроу кристалла первого тира и второго тира. То есть у нас их чуть больше, чем было в прошлой серии. Все-таки этого количества даже на данном этапе нам хватает, но на самом деле хотелось бы большего количества. Но все-таки мы можем с вами видеть, что каждая здесь семечка. Теперь у нас пятого тира. Я все-таки смог проапгрейдить их. Я бы не сказал, что это было очень сложно. И мы теперь имеем непосредственно такой вот результат. А также непосредственно всю эссенцию, которую я добывал, я складил непосредственно в этот драйвер. И за все время АФК работы нам доступно теперь 2608 единиц эссенции. И этого количества, в принципе, эссенции мне должно и хватить до конца игры. Теперь же для начала я хотел бы этой эссенцией заняться и рассказать, для чего, в принципе, она мне нужна была. Пока, в принципе, 8 стаков эссенции для демонстрации всех возможностей, я думаю, мне должно хватить. Дальше заберем непосредственно вот этих вот немножечко шардов, которые мне доступны с помощью нашей вот этой вот молотилки и вот этой нашей фермы. То есть я беру слиток железа, обкладываю его вот таким вот количеством наш шардов и получаю изначальный слиток эссенции. Теперь я непосредственно беру вот этот вот базовый слиток и добавляю к нему 2 стака желтенькой эссенции. Тем самым получаю желтенький слиток. К желтенькому слитку я добавляю 2 стака зелененькой эссенции, получаю зелененький слиток. По аналогии получаю оранжевый, а аналогично я также получаю синенький. И непосредственно аналогично я получаю красненький слиток, который нам был и изначально и нужен. И я хотел из этих слитков поначалу скрафтить броню, но к сожалению для брони нам нужны вот такие вот ядра А они крафтятся непосредственно из Незер Старов, которые выпадают с визор скелетов, которых я пока убить не могу Но я думаю, что в скором времени мы этим непосредственно займемся Ну и прежде чем переходить к следующей части нашей серии, я бы хотел объяснить, что здесь вот у нас за приблудина такая вот стоит Состоит она из наших обычных кондуитов, которые протянуты по всей поверхности Здесь у нас стоит обычный энергикуб из мода механизм, крафт у него до ужаса простой и вы могли видеть его в предыдущем опять-таки сезоне Над ним стоит спектральная катушка, которая генерирует нам бесконечное количество энергии, малая, но в принципе для работы этой всей фермы хватит Здесь у нас стоит дисплей стенды, а здесь стоит заряжатель так называемый Крафт у всех этих ресурсов до ужаса простой, вот мы их здесь можем наблюдать В принципе для их крафта возникнет сложность только с непосредственно зарядкой Зарядка производится непосредственно в нашем реконструкторе, который стоит у нас вот здесь вот Также подпитывающийся из наших кондуитов Если мы к нему не будем подавать сигнал ростон, он будет выделять вот такую вот туч Если допустим в эту тучу мы закинем обычный наш кварт, то он станет теперь заряженным Из заряженного кварца непосредственно крафтятся вот эти вот стенды Ну а остальные ресурсы для крафта в принципе все очень простые Я забыл непосредственно сказать самую важную наверное часть, которая требуется для этих стендов Которую мы не можем получить, это Black Quartz Black Quartz в этой сборке не упадает никаким другим образом Кроме как в виде вот такого вот кварцевой руды Кварцевую руду можно непосредственно добыть только в Mining Dimension Как же в него попасть? Это вот самый наверное главный вопрос Для чего в принципе и мне нужен был джетпак Если я его сейчас надену, я смогу продемонстрировать Я в центре нашего всего мира прокопал вот такой вот длинный туннель вверх И давайте с него взлетим И вот, я уже практически на вершине мира И давайте сейчас просто по центру полетим вверх И мы находимся сейчас в Mining Dimension То есть в измерении, где у нас находятся всякие руды, неруды и прочие полезности И как можем здесь наблюдать, непосредственно уже видим здесь Black Quartz Который нам так был нужен И именно таким образом я получил его для крафта этих непосредственно наших панелек И наверное самый сложный ресурс, который требуется для крафта вот этих всех пылинок Это вот такой вот Infused Diamond Для них нужны так называемые Dimensional Shards А вот эти вот Dimensional Shards, благо нам выпадают в гигантском количестве С наших эпических сундуков Так что в их добыче нет вообще никаких проблем Теперь я надеюсь ответил на все вопросы, которые могли возникнуть при крафте наших стендов Теперь давайте же перейдем к самим непосредственно крафтам пыли Если я захочу непосредственно скрафтить синюю пыль Я увижу то, что 4 угля я должен расположить непосредственно по нашим дисплею стендам А вот этот супер заряженный алмаз непосредственно в центре И как только я завершу уголь сюда, то по идее все должно заработать Если я все правильно сделал Да, и мы видим то, что наша синяя пыль скрафтилась И аналогичным образом я поступаю также с эссенцией и с дабл компрессованным кобблстоуном И замечательно, все 3 типа пыли я получил То есть это средняя, слабая и большая По факту эти 3 пыли нужны мне только для крафта непосредственно нашей алхимической сумки Крафт у нее до ужаса простой, как мы можем здесь видеть И по факту самое сложное, наверное, это алхимический сундук Но опять-таки все то, что здесь мы видим, мы можем скрафтить, кроме темной стали Хотя крафт у темной стали тоже простой Это всего лишь обсидиан, уголь и железо в нашем алоисмелтере И к счастью, я уже начал автоматическую добычу обсидиана в большом размере И для этого я соорудил вот такую вот машину С помощью нашего кобблстоун генератора генерируется кобблстоун, который попадает в наш крусибл Из крусибла лава течет непосредственно в наш баррел Баррел охлаждается и в автоматическом режиме из него извлекается непосредственно весь обсидиан, который здесь генерируется Именно таким образом я получаю безграничное количество обсидиана А теперь непосредственно крафтим сначала железный, потом золотой, а потом алмазный сундук А теперь давайте скрафтим вот этот вот алмазный лава Пока у нас добывается последний непосредственно нам необходимый ингредиент Я бы хотел пояснить именно зачем мне нужна вся эта сумка Для непосредственно продолжения обсидианин нам непосредственно нужно скрафтить так называемый ген, с помощью которого мы могли бы конвектировать энергию и сжимать ее Крафт у него достаточно простой, нужно лишь алмаза обсидиан и темная материя Темную материю мы можем получить двумя способами С помощью алхимического камня Или же выбить в нашем легендарном сундуке Теперь я очень спидранерским способом надеюсь получить хотя бы две штучки темной материи с помощью наших сундуков То есть у нас есть 41 легендарный лутбокс И я открываю, и вот такие вот ресурсы я получаю И да, 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 я получил 4 темных материи Это лучшее, что могло случиться за эту серию Дизлокатор нам понадобится непосредственно, но тут шуточку позднее Также я получил блок теростали, что есть круто И в принципе я считаю ловда очень даже успешным Тем более, что я смог получить вот эти наши ультимативные печки Продемонстрирую я их работу непосредственно на обычном дубе То есть я закину сюда дерево и в топливо скину им палки Мы можем видеть скорость, с которой они плавят наш уголь И как могли видеть, одной палки хватило для пережарки стака каких-либо предметов С помощью алоэсмелтера я все-таки добыл второй слиток И тем самым я могу себе скрафтить все-таки этот сундук Замечательно Теперь я возьму немножечко нити И с помощью наших ресурсов я смогу скрафтить непосредственно нашу сумочку Что есть замечательно Ну и теперь непосредственно, как я и говорил, я хочу скрафтить вот этот вот наш ультимативный сжиматель И тадам! Я его скрафтил Главное, главное очень замечание Прежде чем его крафтить Непосредственно нужно все предметы из инвентаря Кроме тех предметов, которые находятся в слотах быстрого доступа Например, брони и еды Кладировать в отдельный сундук Это главное, наверное, условие крафта этой вот штуки Потому что на самом деле она очень может быть опасной, если зазеваться Теперь давайте его скрафтим И теперь нам непосредственно нужно изменить режим Сейчас вот в строчке Target мы можем видеть алмаз С помощью наших настроек мы можем изменить кнопочку С помощью которой мы будем изменять цель Сейчас у меня стоит кнопочка C И непосредственно я сейчас нажимаю ее И мы можем видеть то, что наша цель сменилась на темную материю И теперь непосредственно Shift правый клик Я активирую этот гем И непосредственно запихиваю в наш сундук Теперь мы можем наблюдать такую картину Любой предмет, который попадет сюда Если он будет нестакаем Будет конвектироваться в темную материю Это очень легко продемонстрируют Допустим, на примере наших булыжников Которые у нас гигантское количество Я забрал себе сейчас целый инвентарь этого булыжника Я сейчас зажимаю Shift Зажимаю левую кнопку мыши И просто веду по нашим слотам булыжника И мы видим, как он постепенно конвектируется в темную материю Но из-за того, что количество ЕМЦ Необходимое для получения одной материи велико Из данного количества булыжников Мы получили 0 материи То есть нам нужно сейчас нечто большее Что мы можем конвектировать, нежели мы имеем сейчас Очень хорошая, мне кажется, идея Было бы запихнуть как минимум 1000 эссенций И непосредственно в нашу сумочку Потому что в ней хранится больше эссенций Нежели в булыжнике И мы можем видеть то, что у нас уже 21 штучка И этой темной материи образовалась А вот эта вот вся эссенция, которая здесь осталась Непосредственно это визуальный просто баг И можно не обращать на это внимания И имея непосредственно в наличии что-то большее Что может дать нам и это ЕМЦ Мы можем путем конвектирования Получать большее количество темной материи Количество ЕМЦ непосредственно в наших ресурсах Пишется в этих двух строчках Сверху написано ЕМЦ у одного предмета Снизу пишется ЕМЦ в стаке ЕМЦ практически есть у каждого вида блоков Практически каждый вид блоков Можем конвектировать в нашу материю Зачем непосредственно эта темная материя Вся мне понадобится Я расскажу, но чуточку позднее Но непосредственно дальше Я бы хотел перейти к тому моду Который поможет мне развиваться На протяжении оставшихся серий И этот мод называется Руст Я честно признаюсь Я считаю этот мод немножко читерным Но без него прохождение этой сборки Усложняется до каких-то невоображаемых масштабов И соответственно прохождение этой сборки Можно считать практически невозможным Поэтому сборка буквально вынуждает нас Использовать непосредственно этот мод Этот мод позволяет нам С помощью наших куриц Производить различные ресурсы Например, есть несколько видов базовых куриц Сейчас их вы можете видеть Вы на своих экранах И давайте начнем по порядку Есть три способа получения курей В этом моде Первый способ Получение с помощью яйца Который разбивается как обычное яйцо Примером этого можно считать вот этих вот наших Bone White Chicken Допустим, я возьму вот это вот яйцо И кину его как обычное яйцо И с некоторым шансом мы можем получить С помощью этого обычную нашу курицу Маленькую И через какое-то время она сможет вырасти Именно поэтому я начал их развивать за кадром Чтобы они успели уже вырасти И мне не пришлось бы тратить на это время Второй способ Это непосредственно получение курицы С помощью нашего примера спаун яйца Примером этого является вот этот Lock Chicken И с помощью вот этого вот ее яйца Я могу ее здесь вот разместить И замечается у нас непосредственно здесь Наша обычная курица То есть не приходится нам развивать наши яйца И именно таким вот образом получались различные виды этих курей И теперь же давайте перейдем непосредственно к крафтам И способам получения непосредственно самих курей Которые нам необходимы с помощью этого мода Наш мод добавляет вот такую вот очень увлекательную вещь Как Chicken Kitchen С помощью него мы можем сделать тык по любой курице И получить ее аналог в виде предмета И тем самым собрав всех этих курей Мы получили 9 этих White Chicken Как можно видеть крафт этих Bone White Chicken очень простой Нужно лишь костное баука и обычное яйцо И именно для этого мне нужно было гигантское количество яиц С помощью нашей той фермы Следующий вид наших курей Это непосредственно коричневые наши курицы Эти курицы получаются путем обкладывания обычного яйца Наших какао-бобов Какао-бобы у меня получилось выращивать на вот этой вот нашей ферме А первые блоки какао-бобов непосредственно получаются с помощью просеивания нашего песка И с помощью нашего кетчера я снова их собираю И двух курей я думаю это то что мне должно хватить для дальнейшего нашего всего Следующий вид курей это желтые и красные Я сразу их пигментирую вместе Потому что в принципе у них получение примерно одинаковое Для их получения нам нужен непосредственно желтый и красный краситель Но в принципе получение этого красителя достаточно затруднительное Даже если пользоваться обычной костной мукой и землей Для этого была придумана мной вот такая вот схема С помощью которой мы сможем получать эти красители буквально в неограниченном количестве У нас здесь стоит обычный таймер По одной линии одна задержка 4 По другой линии одна задержка 4 И теперь нам непосредственно нужно всю эту схему активировать То есть я быстро делаю черебонь к рычажкам И мы можем видеть как наши поршни пришли в движение Сначала двигается либо один поршень, либо другой поршень И теперь я подхожу вот сюда вот Тыкаю нашей костной мукой Просто зажимаю правую кнопку мыши Можем видеть просто гигантское количество семян, несемян Которые мы получаем с помощью этой фермы Именно вот таким вот образом получилось у меня на ферме Необходимое количество красного и желтого красителя Все ресурсы, которые генерируются с помощью этой фермы Автоматически попадают в наш этот сундук Как можем видеть мы получаем здесь непосредственно и красные и желтые цветки С помощью которых делаются пигменты для наших курей Давайте непосредственно вот этих вот курей обратно себе в инвентарь заберем А также желтых Следующий вид курей, который крафтится также и разбиванием яйца Это наверное один из тех видов курей, которые на самом деле дороги в получении Поскольку ляпись не так просто найти Но опять-таки в майнинг демейшене и путем просеивания Мне получилось набить вот такое количество ляпись чикинов И их тоже мы сейчас пожалуй соберем Следующий вид чикинов Это непосредственно кактусовые курицы Для их крафта потребовалось гигантское количество кактусов А именно кактусового красителя Именно с этой целью я создал вот такую небольшую ферму То есть у нас здесь обычно стоят таблицы И кактус когда вырастает видит что рядом есть блок и он падает А вот этот вот item collector автоматически все это собирает И таким образом за все время пребывания у меня получилось добыть гигантское количество кактуса А значит получилось скрафтить гигантское количество этих куриц И непосредственно их тоже я собираю Лок чикины наверное одни из самых простых курей Которые мне доводилось крафтить Тем более что их яйца позволяют нам непосредственно сразу призвать курицу А не ждать рандома когда наше яйцо принесет нам курятина И эти курицы я тоже непосредственно нам собираю Пустынную курицу не думаю что не требует объяснений Тем более что как получать песок в неограниченных масштабах я уже объяснил Следом идут флинтовые курицы насколько я помню Флинт можно получить в принципе просеивая обычный гравий Но я поступил логично и просто Я просто совместил три стака гравия и получил один флинт Что является очень даже простым решением данной проблемы И наших флинтовых курей я тоже нам собираю Ну а следом идет наверное последний тир Это Незер Кварц Чикен Их я тоже себе забираю Непосредственно таким вот образом я получил 10 видов обычных курей Которые являются базовыми в нашем моде То есть с помощью этих всех курей я могу получить буквально практически любой другой вид курей Как мы можем наблюдать по нашим квестам Есть еще куча других курей которые нам также потребуются И к счастью всех их можем получить И мы плавно таким образом переходим к третьему виду получения наших курей А это непосредственно скрещивание И допустим я хочу получить Айрон Чикен Для этого нам нужно взять Боун Чикен и Флинт Чикен И поместить в один из Чикен Бридер Это непосредственно блок который также добавляется этим модом Он требует себе любой вид дерева Непосредственно блоки сена которые мы можем получить на этой ферме Также любой из этих бридеров требует к себе непосредственно самих семян Мы можем непосредственно размножать наши курей и вручную Никто этого делать не запрещает Но это делать долго, нелогично и скучно Поэтому лучше делать это с помощью бридеров В наш бридер мы можем видеть такой интерфейс Который требует непосредственно все семян И два слота под курей Заполняя все это мы можем получить прогресс скрещивания этих двух курей Скорость прогресса безумно маленькая Но это объяснимо Скорость прогресса непосредственно у нас зависит от количества курей в нашем слоте Допустим максимальное количество этих курей 16 штук Соответственно если бы тут было 16 и 16 То процесс был бы гораздо быстрее Ну а также процесс непосредственно у нас зависит от уровня наших куриц Курицу которую мы призвали с лица по умолчанию имеет у нас статы 1.1.1 И скрещивая между собой курицу с одинаковыми слотами или разными Мы имеем небольшой шанс получить следующее улучшенное поколение куриц Допустим 2.2.2 И скрещивание непосредственно вот таких вот видов куриц является самым эффективным в этом моде Как можем видеть непосредственно процесс скрещивания этих двух видов курей Очень медленный И именно с этим был связан мой порыв изучать Project E Потому что это наверное единственный на памяти моей мод Который позволит нам ускорить действие любых блоков С помощью часов и пьедестала Пьедестал да согласен Крафт у него достаточно жирный Но оно того стоит И непосредственно у этих часов тоже достаточно дорогой крафт Но мы уже можем получить все эти ресурсы А значит ускорить все эти процессы является возможным А также я хочу скрафтить наверное одну из таких вот важных вещей Которые понадобятся мне в дальнейшем Это вот такое вот кольцо черной дыры Я закидываю непосредственно наш алхимический сундук С помощью такой махинации смогу упростить себе жизнь Все те ресурсы которые будут возле меня в радиусе определенного количества блоков Будут автоматически мне попадать в наш сундук И автоматически импрессоваться Но для демонстрации всех этих процессов Я просто возьму и выкину несколько сладок в золото И они сейчас автоматически уже попали в наш сундук Как можно видеть и уже автоматически конвертируются в нашу материю И сейчас я ухожу на возможно долгую очень паузу Для получения необходимого нам количества всей этой материи И да-дам! У меня есть целых двое часов и целых два пьедестала На удивление очень просто оказалось копить эту черную и красную материю Если имеется эссенция в виде опыта Именно вот такая вот эссенция И в каждой такой штучке находится безумное количество EMC И благодаря вот этой ферме вот эта вот эссенция падает в каких-то гигантских объемах Как мы могли видеть в этот бредер я закинул изначально флинтовую И всего лишь костяную нашу курицу И с некоторым шансом мы могли получить при их скрещивании костяные, флинтовые и так нам нужные железные курицы Мы можем эти железные курицы отсюда забирать Замечательно за них выполнять наш квест Именно таким образом мы можем скрещивать разные виды курей И постепенно выходить на пробужденные драконьевых курей Принцип у всех одинаковый Я думаю то что в каких-то особых комментариях это не нуждается И теперь я хотелось бы просто показать как именно увеличить параметры куриц наших Для этого нужно скрещивать курей из разных поколений Ну как вы можете видеть я просто навожу на одну из этих куриц И мы увидим их параметры На самом деле вот это вот не важно Grow, Gain, Strange нам не важно Нам важны вот эти цифрыки 4, 5, 3 Скрещивая примерно одинаковые по характеристике этих куриц Мы можем получить улучшенный геном Как можем видеть мы скрещивали куриц из максимума 5 поколения И получили курицу с геномом максимум 6 поколения И таким образом мы постепенно с вами дойдем примерно до 10 поколения Что будет максимальной курицей Когда же у меня вот получились 2 курицы из нового поколения Я закидываю снова их в бредер И они начинают скрещивать как мы можем видеть уже с большей скоростью Так как они эволюционно на голову выше чем наше старое поколение И в принципе старое поколение можно просто выкидывать в корзину И теперь же хочется непосредственно продемонстрировать то Зачем мы с вами крафтили эти часы Сначала мы с вами ставим педесталы Теперь на эти педесталы мы кладем наши непосредственно часы И теперь правой кнопкой мыши активируем их до характерного звука Замечательно Вот этот вот педестал с активированными часами ничего не ест То есть не требует никаких ресурсов Но мы можем видеть сейчас на ваши глаза как прогресс увеличился И с какой скоростью теперь умножаются наши курицы И вот таким вот нелепым образом буквально за 2 секунды Я вывел Nether Quartz Chicken 10 поколения Теперь же давайте попробуем их скрестить с использованием наших часов И у них скорость такая И давайте сейчас же сравним скорость без использования часов Все я отключил часы и сейчас скорость непосредственно идет без их использования Как вы понимаете прирост по скорости просто гигантский И их использование просто жизненно необходимо для развития этого мода К сожалению эти часы действуют только на вот такого типа машины И именно вот таким вот образом мы можем халявно себе просто экономить гигантское количество времени И наверное напоследок что хотелось бы мне сделать Так как у меня уже есть неограниченный доступ к нашей темной материи Я бы хотел себе создать сет брони из красной материи Для этого нужно сначала скрафтить сет из темной материи А уже потом из красной Измечательно Если мы сейчас снимем всю нашу броню и наденем вот эту Мы можем наблюдать вот такого вот красавца Хотел бы я сказать что главный прикол этого сета летать Но к сожалению летать мы на нем не можем Но зато хотя бы эндермены в этом сете меня не будут убивать с полточка как это было раньше И самая последняя вещь которую я хотел бы сделать Это забрать все реварды которые нам доступны были по прохождению нашей сборки И нам дали по факту в большей степени бред Заключение вот этих вот 64 ячейки и E-Drive Остальное в принципе можно выкидывать Angel Ring Серьезно? Офигеть Я значит хотел в следующей серии гриндить на то чтобы получить возможность полета А эта серия просто берет и предоставляет мне такую простую возможность Ну я не так не играю игра Это читерство я считаю Но к сожалению этим ангельским кольцом мы пользоваться в данной серии не сможем Так как у нас нету этой злополучной GP энергии Ну а пока я с вами буду постепенно прощаться Микрофоном был как всегда ваш покорный слугам Амору И еще услышимся Ну и поскольку под предыдущим видеороликом не было комментатора которого я бы мог занести на доску почета Я заношу сюда человека из-за паза предыдущего видео И в этот раз им является человек с вот этим вот ником Я поздравляю тебя Ну а также я напоминаю что у каждого из вас есть шанс попасть на эту доску и остаться в этом летсплее навсегда Для этого лишь нужно спуститься немножко ниже Оставить совершенно рандомный комментарий И с большой вероятностью вы попадете на доску почета Ну а на этом все Все удачи, всем пока Пока-пока